Добрый день, уважаемые садоводы и огородники! Сегодня мы с вами поговорим о самых урожайных и самых неприхотливых перцах красного цвета. Перец считается немного капризной культурой, потому что его высаживать надо рассадным способом, он предпочитает рыхлые почвы и любит тепло и влагу. Однако, если соблюдать всю агротехнику, соблюдать севооборот, это очень хорошая, вкусная и благодатная культура. Дело в том, что я выбрала те перцы красного цвета, которые высевала, затем высаживала в теплицу. Не каждый год я их чередовала и вот сегодня хочу поделиться с вами впечатлениями об этом перце. Итак, какие же сорта и гибриды перца красного цвета являются самыми урожайными, самыми неприхотливыми и самыми, одними из самых простых в уходе. Итак, перец айвенга. Это сорт перец, который растет небольшими кустиками. Раннеспелый, плоды у него до 120 граммов, то есть сравнительно небольшие, с толщиной стенки до 6 миллиметров. Кто любит такие перцы, обратите на него внимание. Следующий перец получил название Ариэс F1. Это гибрид. Высота растения 130-140 сантиметров. Плоды у него крупные, призмовидной формы. Темно-красного цвета масса 190-320 граммов. Толщина стенки 7-8 миллиметров. Очень неприхотлив в уходе. Следующий перец под названием Атлант. Наверняка оправдывает свое название. Относится к тем сортам, внимание здесь, которые любят загущенную посадку. Он дает высокие урожаи, плоды у него до 26-28 сантиметров. Сама лично вырастила в этом году такой перец. Массой до 250-300 граммов, но первые плоды были просто уникальные. 500-560 граммов. Толщина стенки, внимание, 11 миллиметров. Следующий перец под названием Барби F1. Это раннеспелый гибрид. Крупные у него до 200 граммов перцы. Длиной и шириной приблизительно до 12 сантиметров. Вначале он желтоватый, затем такого золотистого цвета. И затем уже краснее. Следующий перец получил название Винни-Пух. Это растение невысокое, плоды у него конусовидные. И очень хорошо, что вот, возможно, для многих это важная особенность, он созревает единовременно. То есть плоды отдает достаточно быстро и созревание очень такое бурное у перца. Перец под названием Воловье ухо. Это тоже красный перец, огромных размеров. Очень устойчив к вирусным грибковым заболеваниям на перце. Высота 70 сантиметров. Стенка толщина ее 8 миллиметров. Вес до 350 граммов. Длина 17-18 сантиметров. Тоже он меня впечатлил, этот перец. И очень понравился. Геракл. Куст у него полураскидистый, поэтому сразу позаботьтесь о том, чтобы подвязать этот перец. Высота его до 70 сантиметров. Длина перца 12-15 приблизительно. Шириной 11 сантиметров. Толщиной вернее. Вес 200-250 граммов. Вначале зеленый, а затем краснее. Толщина стенки 7-8 миллиметров. Перец джипси. Это популярный достаточно перец. Очень простой в выращивании гибрид. Плоды у него цилиндрической формы 100-120 сантиметров. 100-120 граммов. Толщина стенки 7-8 миллиметров. Неплохой перец. Ну, со сравнительно такими некрупными плодами. Красный слон. Он меня просто поразил. Этот перец своей красотой, своей неприхотливостью. Высокое растение, но куст не разваливается. Форма плодов у него коническая. Масса 150-220 граммов. Но, честно вам признаюсь, первые плоды были до 500 граммов. Подходит как для салатов, так же и для консервирования, для леча и так далее. Перец Париж F1. Перец среднерослый. Плоды у него кубовидной формы. 120-150 граммов. Толщина стенки 7-8 миллиметров. Очень нежный. Очень сочный перец. И очень сладкий. Те, кому характеристики понравились, попробуйте посадить этот перец у себя. Перец Пифагора F1. Это гибрид. Имеет кубические плоды. Очень сочные. Очень сладкие. По длине 12. И по ширине тоже 12 сантиметров. Толщина стенки, внимание, 9-10 миллиметров. Урожайностью обладает высокой до 14 килограммов с одного квадратного метра. Перец действительно достойный. Перец Толстый Барон. Оправдал тоже свое название. Устойчив к различным заболеваниям на перцах. Очень крупный, очень сочный, сладкий. С толщиной стенки до 8 миллиметров. Приятный перец. Очень красивой, красивой формы. Большой и, так сказать, очень выносливый перец. И, наконец, перец Юпитер F1. Это гибрид. Универсальный перец. Растет как в теплице, так и в открытом грунте. Вес плода 150-170 сантиметров. Неплохой перец. Тоже один раз я его посадила. Могу сказать, что достойно себя он вел, этот перец, и дал большой урожай. Подписывайтесь на канал. Тем, кому интересно, задавайте вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...